В этом фильме будут показаны работы нескольких мастеров. Эти мастера часто работали вместе, они все проживают в одном городе, это город Тавриск, это Валера Назаренко и Тушин Игорь. Они учились вместе, как бы друзья хорошие, поэтому им легко было работать вместе. А это Сергей Очереднюк. Много его работ вы видели, работ других мастеров. Ну вот как бы я их собрал в одном фильме, это работа Назаренко, вот такой Атлант, это еще работа времен Советского Союза, вот такая барная стойка. А это вот смотрите, как оформить вход в лестничный марш, и можно его оформить и декоративная штукатурка, и вот такая живопись. И смотрите, египетские пирамиды, ну просто смотрите, какое шикарное оформление. И вход в дом, там очень много места, где можно что хочешь делать. Ну вот смотрите, такие лавочки, я как-нибудь соберу все лавочки этих мастеров и постараюсь показать в одном фильме. Ну вот это Тушин и Назаренко делают росписи, и там и барельеф, и все вместе, вот этого лестничного марша. Ну рядом вот идут, смотрите, такой вот тоже лестничный марш похожий, или коридор какой-то, вот такие барельефы, и графито. Вот видите, здесь и деревья, то есть, ну все это можно делать в лепке, в скульптурах и в живописи. Как бы вот все какие приемы можно применить, можно применять вот в таких вот декоративных оформлениях. А это такая вот вход на второй этаж. Смотрите, какая оригинальная и вот лепка, и пространственные композиции, там и фигурные композиции. То есть, смотрите, пластика шикарница. То есть, ну классные работы, вот они великолепно будут работать. И вот этот лестничный марш, это поле деятельности громадное. То есть, это такая мертвая территория с большими площадями, где можно делать что захочешь. А это вот такой вот геральдический знак, давайте 50-х, 60-х годов, времен там развитого социализма. Ну вот осталась эта геральдика, она осталась вот в таком вот виде. То есть, это как эпоха возрождения была, это своя эпоха возрождения времен социализма, коммунизма. А это уже вот такая вот барельефы с живописью, ну не знаю, что это такое там, какой-то фойе. Ну уже вот нового направления, такого как бы, которое можно делать и у себя в доме, и там какие-то, ну новая мода и новые взгляды на творчество. А это вот такой вот фонтанчик, ну типа Греция или я не знаю, что это, Рим, такие греческие, наверное, все-таки амфоры, больше Греция. Это работа Тушина, Назаренко. Вот это видно, рука Тушина, его пластика и целое новое направление вот таких беседок, лавочек. То есть, столько наработок сделал этот художник, по которому многие мастера работают, вот как бы правила хорошего вкуса, где работать вот в каком-то таком оригинальном стиле. Смотрите, это тоже Тушинская рука, вот такие вот, ну не знаю, что это цветочник или амфора, какая-то или там ракушка для оформления фонтана. А это старые работы, ранние работы Назаренко, это оформление беседки, видите, с барельефом каким-то, и вот тогда был такой декоративный камень, и там и барбекю, и камин, и вот эти чаши. То есть, это времён 90-х годов, ну считайте, 30 лет назад было вот уже начало таким декоративным наработком по оформлению беседок, видите, с фрагментами вот таких вот барельефов. Ну, как бы здесь, видите, Греция, и опять присутствуют Греция и вот амфоры, ну это вот, видно, покраска Тушинская. Ну, Игорь и Валера Назаренко, они со школы вместе, а это Серёга Черебюков, они тоже, они в одной школе учились, тоже мастер, и класснейший мастер, это его заборы и взгляд тоже на оформление там заборов. А это Тушинские работы, и он пытался организовать свою фирму по таким вот декоративным работам. Ну, это вот, смотрите, просто шедевр произведения, ну как на нём заработать, я не представляю, это ни форма, ни отливок, это просто аторская работа, и вот в саду, что за неё могут заплатить, ну я не знаю, ничего не заплатят, это не знаю, какие надо деньги, чтобы оплатить эту работу. А это вот тоже мебель от Тушина, вот целое направление, которое он сделал, ну вот, эта работа настолько затратная, он по Киеву пытался что-то сделать, ну я знаю, что ничего с этого не получилось. А это вот, как бы такой хороший заказчик, где Тушин реально заработал деньги, ну это был Мариуполь, ещё до времён войны, тогда ещё была возможность, и были деньги, которые платились ему. Это вот тоже Тушинская мебель, а это работа очередника, вот такой указатель, или там что там, это пансионаты, пансионаты рядом Чёрное море, или как Азовское море, это пансионаты оформления, а это вот простенькие такое оформление забора, столбов, ну там, обыкновенная усадьба. А это, видать, по всей видимости, пансионат, видите, здесь какие и медведи, и лавочки, то есть вот, ну, есть определённый заказчик по оформлению пансионатов, ну, который находит деньги, это его бизнес. Вот, гляньте, в лавочке это всё бетон, и смотрите, какая покраска, что не скажет, что это работа с бетоном. То есть всё это может сделать сар бетон или сцинета, как там удобнее говорить. Ну, видно, рука Тушинская, и покраска его, то есть, ну, его рука узнаваема. Ну, у каждого художника, в принципе, есть у него стиль, по которому можно его узнать. Ну, это вот Серёга-очереднюк. То есть, в нашем регионе очень много скульптуровых художников. Ну, у меня был кооператив, 50-70 человек работало за определённо, там, за 5-6 лет, и с этих 70 человек. Ну, нашлось 10-20 человек, которые остались в этом бизнесе, и до сих пор работают, и делают такие великолепные работы. Ну, мы все рядом живём в одном городе, часто пересекаемся, и вот я решил показать работы, которые я вам не показывал. То есть, есть много ещё работ, которые у них лежат там в одноклассниках, и просто есть, ну, просто их надо показать. Это вот работа опять Тушинская, смотрите, а это вот, глядите, какую шикарную работу. Ну, здесь очереднюк Тушин, и там ещё и Руденко был, там, ну, человек 5-6, они делали, ну, как бы не реставрацию, а реконструкцию, как назвать. Мы просто сделали фонтан заново. Этот фонтан находится в городе с 50-х годов, он разрушился, и нам всем повезло участвовать вот в этом фонтане. Самое интересное, что весь низ я ещё делал, ну, давайте, в 95-м году, там, или, я думаю, в этих годах. Это моя рука даже осталась, то есть, и вот даже вот пацаны, когда получилось, что мы его делали для города. Ну, а это вот оформление пансионата, такие вот бассейны, фонтанчики, и вот вход в домик, смотрите, как оригинально, необычно сделанный, вот такая вот, как бы ступеньки оформления входа. Ну, это вот есть ещё, ну, у меня целый фильм есть там, ну, вот такие, как о барбекю этих мастеров, каминный барбекю, который, ну, я вам обязательно покажу. Ну, вот такой вот фильм о мастерах города Таврийска, Тахерсонская область.